Если команды тяжело пока что приводить в пример, они выступают не слишком удачно. Ну, как сказать, Вич и Гейминг, вот, например, тоже вышли в Венера. И хорошие шансы имеют плей-офф. Вернее, будет сказать не то, что не очень удачно, еще пока не выступили. Да, ну, об этом, наверное, еще немного попозже будем разглагольствовать. У нас тут Вега пытается надрафтить нормальных героев. Появляется в итоге этого драфта у них Бэйн, Сталкер и Дарксир. Спиритбрейкер, Виверный, Гирокоптер для OG. И, честно, мне пока три героя OG нравятся чуть побольше. Просто потому, что проще ими исполнять. Ты просто нажал кнопку форвард на Спиритбрейкере. Бежишь, бьешь. Кинул Сплинтербласт, Виверный, какой-нибудь там Винтерскерс. И ты уже победил. Гирокоптерам тоже попасть кулдауном не особо много труда составляет. А вот у Веги, ну, уже есть небольшая подвязка на Дарксира. И пока непонятно кто. Ни Гирокоптера, ни Виверны, ни Спиритбрейкера с ним уже не будет. Брать классические связки под этого героя. То есть остаются еще варианты с какими-то Свенами разнообразными. Причем это и не будет та самая Даблана из Сталкер Бэйн, которую мы видели. Потому что здесь уже Дарксир займет роль Хардлайнера. Да, да, да. Не, конечно, Сталкер под щитом Дарксира это интересная штука. И на первых порах это будет достаточно много неприятностей давлять. Но многое зависит от еще двух пиков от ЖИ. Потому что если они не возьмут слабых героев. Ну, там, условно, какого-то Апаришина. Там еще кого-то. Ну, кто просто нереально сильно проседает от Сталкера. То тогда и Сталкер будет якорем. Мы видим, появляется Веномансер. Вспоминаю от Ружи. Это уже интересно. Веника. Да, и это, я так понимаю, Веномансер в мид должен отправиться. Да, такой интересный пик. Веник появляется. Тяжело на него нападать. Но и, в принципе, герои, которые наносят невероятное количество магического урона. Если удается ему быстро нафармить Аганим. Несмотря на то, что ульт там чуть пофиксили. Все равно слишком хорош. И самая простота этого героя в том, что ты нажал одну кнопку, то есть дал этот ультимейт. Все. Простой. Это еще один простой герой. Сейчас посмотрим, что будут моделить Вега. Потому что тут тоже все просто. Ты зашел, у тебя ред баттон. Просто вместо клавиатуры так половины все красным. Кулаком ударил. Ульт вкаставался. Все, ты победил. Да. Ну, если говорить о пик Веге, здесь тоже довольно-таки все просто. Бойну ульт можно, в принципе, не качать в такой игре. Потому что Spirit Breaker и Viverna будут носиться и сбивать этот ультимейт. Ну, уже очень много способов. В принципе, тяжело бойну играть. И здесь скорее зависит от того, какую роль он занимает. Бойном, конечно, проще играть от агрессии. Когда он нападает и по кулдауну где-то этот ультимейт использует. Если идет такая жесткая позиционка, ну, тяжко. Ну, вот смотри, опять появляется VR-ка. И опять это выглядит как просто еще один герой. Вот у нас была игра сегодня Fnatic против кого-то там воевали. Вторая, кажется, их игра. И там был тоже пик из пяти героев. Там не было драфта из команды какой-то там, чтобы что-то с чем-то взаимодействовало. Там было просто пять разных героев. Которые каждый по-своему прикольный, но друг с другом они вообще никак не взаимодействуют. Тут пока все ровно то же, что и у Веги. Ну, как вчера в финалах 2.0 была такая фраза, что там ликвиды пикнули отличный пик, а Empire там... Можно их поздравить, они взяли пять героев. Ну, здесь пока что похоже. Синергии маловато. Очень мало синергии. Ну, то есть, что с чем должно работать? Я пока... Сталкер, Дарксир. Вот это норм. Дальше начинается какая-то полная несуразица. Может быть, конечно, последний пик немного исправит всю ситуацию и все станет на свои места. Но пока что, лично для меня, все совсем не ясно. И эти люди бьются, когда мы рассказываем про наши секретные стратегии с Наньянга. Кто? Вот Вега. Вега? Да. Говорят, что за неадекватность? А что за секретные стратегии? А я не расскажу. Она секретная, как бы. Я так просто не поведусь. Я понял. Нет, так суть в том... Ничего, ребят, мы узнаем обязательно. Вот, суть в том, что мы, как бы, ребятам объясняем, что так и так, это так и так работает. Причем, многим так рассказывали. И они, типа, да ладно, что это вообще за поплавок, какая-то неадекватная фигня. А в итоге ты потом смотришь на эти драты и думаешь, что неадекватная фигня. Должны сами дойти до этого. Смотри, какой сложный герой появляется на пятый пик. Да, но здесь комбинация будет под Винтер Виверну. Уже мы видели эту комбу. В прошлый раз, когда я видел вот такой вот пик от OG, у них случилось два несчастья. И Феникс дважды лопнул, вот буквально уже за долю секунды до того, как он коснулся земли. Это очень сильно повлияло. И, ну, не смогли ничего сделать от OG. Здесь посмотрим, как будут реализовывать Винтер Виверну и Феникса. Такой, получается, какой-то лютейший магический прокаст. При том, что контроля не так много, на самом-то деле. Вот я сказал про то, что Инна тяжелая ситуация. Да нет, на самом деле, я думал, что заберут еще хотя бы что-нибудь на контроль. Но по факту Виверна есть, есть Спирит Брейкер. Все остальное бьет магией, замедляет, но никак не встанет. Ну, типа да. Вот это Спирит Брейкер, замедление от Герокоптера. Не, ну, как сказать. Тут очень много неприятных аспектов. Это замедление Виверны, опять же, которым легко попадать. Виномансер со своими Змейками тоже очень легко. Герокоптер, да. И ты почти всегда в драке, ты будешь бегать очень медленно. Вот как бы ты там ни старался, ни мансил, ни разжукивал, в итоге, вот как только с Верки спадает Виндран, она просто становится вкопанная. Ну, в этом плане пока что очень правильно делают Вега. То есть у них есть Дарксир с Сурджом. И ни в коем случае не брать милишников. Милишников против Веника, Феникса, Бары, Виверны и Герокоптера можно просто себя хранить. Нужен какой-то рейнджовый герой, который сможет биться на расстоянии. И это, конечно, спектра. Один из главных рейнджовых герей в этой игре. Замечательный, почти как Лина, например, только спектра. На самом деле частично рейнджовый, можно сказать. То есть ей не обязательно подходить, она может за счет ульта действовать. Но все равно это не рейндж. Немножко здесь... Не могу с тобой не согласиться, что это не рейндж. Это не рейндж, герой. Спектра, возможно, впервые на этом турнире. Не видел я сегодня в драйфе. Да, я сегодня тоже что-то не помню. Может быть, где-то на третьем, четвертом канале это было. Вот на первом, втором вроде бы нет. Да, мы не уследили за этим. Так, ну и что у нас? Разбирают потихоньку героев. Интересно будет посмотреть на то, как поставить свои линии. Спектра это, безусловно, слабость на лайне. И, честно говоря... Можно поддавить. Да, тут что-то как-то совсем все странно складывается. Ладно, давайте посмотрим, кто на ком будет играть. Мак у нас улетает на Дарк Сири с телепорта уже на свою сложную линию. Сёма, зе, убийца, играет на Бэйне. Нун, Виндрейнджер. Паша хорошо играет на Спектре. И Солыч, естественно, на Найт Сталкере. Мунминдер на Спиридбрейкере. На миде у нас Миракл. Нет, Нотейл у нас на Веномансере. За магом гоняется Флай. Что у нас с Мираклом? Боже мой. Герокоптер. Боже мой, ты посмотри на этого герокоптера. Да, это какой-то кунка. Кунка-коптер? Кунка-коптер. Да, причём у меня что-то не отображаются эти вещи, но это действительно кунка-коптер. Лол. А, это, походу, из каких-то этих последних сундуков этого, с мейджора самого. Ну, потому что всё мифическое такое достаточно редко бывает. Да, ну и Крит у нас садится на Феникса. Интересный пик, интересно, как будут играть. Тут уже я теорию в чате целую прочитал, но вот если бы не верно, что это просто фиолетовый пик. Ну, кстати, да. А, я знаю, почему Верк не фиолетовая. Потому что у него никнейм фиолетового цвета, и можно взять другого цвета героя. Да, 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 блин, это абуз. Некст-левел феория. Даже здесь абузят. Ты знаешь, как в этом волейболе, там, пять игроков в одной форме, а Либера в другой, контрастный, который принимает. Ну, всё правильно. Никогда не понимал, почему, но... Видимо, так надо. Здесь тоже, это Либера. Чувак, который не может ничего вообще, и всё время по нему бьют мечом. Ну, вот здесь роль Ноуана исполняет. Точнее, Ноуан исполняет эту роль. Да, очень непростая дабла получается. Это такой саппорт Феникс, который будет помогать Мунминдеру на нижней линии, учитывая, что здесь Найт Сталкер, который не рейндж. Тяжеловато. Вообще, я скажу, что нижняя линия в салат разносится ОДЖИ. Два милишника против Феникса и Спиритбрейкера, как бы, здравствуйте. Даже появление Бэйна там вряд ли что-то изменит. В миде у нас Веномансер против кого? Против Фендрейнджер. Ну, тут тоже всё немного двояко. Зависит от стиля Ноут Эйла. Он-то может по-разному сейчас делать. Через гель, через змейки. Как угодно вообще качаться. А на топе у нас Гиролёд против Арксера. Ну, там стартная, по сути, линия. Ну, вот она гибкая ОГ. Когда в мид, то Миракл, то Нуут Эйл. Всё зависит от героя. Нападение на Веномранжера. Да-да-да, начинают нападать. Чё-то как-то больно. Ну, вот непонятно, как сейчас будет больно, потому что заканчивается действие всех неприятных... Точнее, приятных для Нуна эффектов, конечно же, Веномансер. И сразу вот он яд. Ну, нормально. Он набил лицо Веномансеру. Правда, у Веномансера уже есть Боттл. Да, ну, а он пока отпился Хеллинг Селф. Так что размен получился такой весьма понятный. Ну, вот ещё немного помазали. Кстати, Винника достаточно жёстко бафнули. Мне очень понравился этот баф. В плане Веномас Геля. Добавили тик Роджа на первом уровне прокачки. Раньше на был ноль. Валетает, но Вана. Виндран. Бегает далеко. Это Виндранжер. Ну, потому что немного не получилось синхронно действовать. То есть, веник я кинул свой слишком рано. В итоге он уже успел слететь. 15 секунд замедления. 50-процентного. Это очень сильно. Передбрейкер. Он прогоняет соло с линии и забирает инвиз. Он делает ещё тычку перед тем, как выйти. Передбрейкер. Партизан. Да, и возвращается на свой лайн. Так, ну и что у нас у Миракла? У Миракла пока 9-2. Ну, вот, собственно, Дарксира он может, в теории, попытаться погонять. Если что. Если вспомнить времена каких-то старых, добрых герокоптеров через, там, ракету. Типа, ставишь ракету, заставляешь Дарксира отойти. Ну, а Дарксира один из тех героев, которому не особо-то нужно находиться на лейне. Да, тут немножко необычная ситуация. У нас Крид занимает позицию хардлайнера. Это вполне нормально, потому что он играет на Фениксе. Но Мунминдер, который обычно на харде, он куда-то вот уходит на своём спиритбрейкере. И вот это странно. Тут как бы сами себя сейчас от джини обманули, как это произошло на прошлой карте с Вегой. Вмена позиций может немного ударить. Есть ребята, которые не особо хорошо стоят. Особенно если речь касается лейна, там можно совсем сильно не потерпеть. Ну, Крид на Фениксе хорош. Я вот абсолютно согласен с решением поставить его здесь соло. Почему? Феникс на третьем левеле в три раза нюки жёстче, чем на втором и на первом. И тем более здесь спиктрайву гонять никак не может. Абсолютно логичное решение. В миде тем временем нападение на Уана пытается он убить Нотейла. Но Ферсблат забирают команду OG. И Мунминдер на своём спиритбрейкере оказывается полезен. Так вот, Феникса оставить соло можно. Боже мой, Дарксир забирает гирокоптера? Что? Да, причём здесь гирокоптер перебаковал немножко Миракл. Нужно умерить ему свой пыл. Потому что в целом на линии стоял он неплохо, если бы не вот эта отдача. Феникса гонять спиктра не может. Он получает левел. У него всё хорошо. Либо он стягивает трёх героев сюда, что тоже очень здорово. С другой стороны, ну я вообще не понимаю, как это работает, пик OG. Ну, тяжело представить, как это вообще всё выглядит вместе. OG или Вегги? OG именно. Ну, понятно, что там можно дать под Винтерскерс, хорошее яйцо Феникса. Но вот пока что ты смотришь на эти линии и видишь какой-то трэш. Нет, смотри, на линиях у них на самом деле всё достаточно неплохо. А чё, Веник стоит себе хорошо, фармит, VR-ки тяжело его обижать. VR-ка сам, точнее, Веник может сам её обидеть при помощи того же Спиритбрейкера. Спиритбрейкер очень быстро сюда перемещается в Веник. Также на своей линии загнобить практически нереально, если там нет какого-то сайленсера или нормального подконтроля. Так что у OG в этом плане всё вроде как супер. Но проблема в том, что Герокоптер каким-то образом умер от Дарксира. Это совсем по феншую не должно происходить. Да, ну я думаю, что это не сильно критично. Всё-таки начало игры, если бы он на 60-й минуте соло умер от Дарксира, это было бы жёстко. Соло преследует Нолдейла, забирает Нолдейла соло, выполняет свою задачу на Найтсталкере. Вот, а сейчас не оказалось здесь Спиритбрейкера. Спиритбрейкер слишком долго восстанавливает ману, и манга у него уже не оказалась под рукой. Так что просто не смог он с чарджер влететь. У него хватало там десяток маны. Много для братрума. Долго регенит, согласен. Там 0.7, просто невероятные тайминги. Так вот, Меркл покупает ещё и фейзы. То есть Меркл сейчас вообще ловит замечательно. Если какой-нибудь сталкер условный с виндрейнджер, кинутся в него по нюку, он умрёт. То сталкер должен быть рад, что против него такой тонкий персонаж играет. Проблема в том, что у соло пока с левелом тоже не всё гладко идёт. Третьего левела. Так, ну и всё у нас идёт к тому, что в Спектре особо помешать вначале не удаётся. Ну, прямо совсем. И начинают её напрягать немножко позже. Сейчас Крид заходит за Тавр. Спиритбрейкер уже здесь. Спектра пытается уйти в лес. Но задача эта очень непростая. Там погибает виномансер на линии. Пашу здесь убить не получается. И Монмендер отсюда тоже никак не уйдёт, наверное. Потому что у него тоже маны нет. Тут ставится ещё и стенка. Ещё и Бейн подходит. Это будет фраг. ОДжей, походу, не в курсе, что делать со своими героями. Вот я реально очень удивлён и я шокирован тому, что Спектра на первом месте по Нетворцу против Феникса на линии. Как? Ну, он не ставил изначально соло. И когда он оставался соло, его гоняли здесь особо... Он тут Паша тоже особо не может помешать, если ему вот изначально не один в один стоит, а Паше немножко помогает. Здесь особо ничего удивительного. Я вот понимаю, что да. Вот примерно так я всё себе это и представлял. И... ОДжи чё-то пытаются делать, но у них есть спиритбрейкер, который бежит, есть Феникс. Но этими героями крайне тяжело вот на такой стадии кого-то забрать. Пока у тебя нет ультимейтов, пока ты там всеми персонажами не оделся. Зацепить можно, но зацепить так жёстко, чтобы убить нельзя. Так вот, а зачем вы тогда лезете? Просто выставьте свои линии, выформите себе по максимуму. Он скорее да, это наиболее правильный. Соло встревает, но он очень плотный. Его заслипали. Да, но не получается попасть в Splinter Blast Storm. В итоге Соло просто на развороте нападает на Флайя. Тут ещё с Дозалей там Спектра атакует. Прилетает сюда Паша. Без маны, правда, в этом есть небольшая загвоздка, но зарезали здесь. Флайя. Кисается зарезать ещё и Нутейла, но вот тут Паша, скорее всего, и сгорит. В прямом смысле, потому что за ним ещё и Феникс выехал. Феникс тем временем погибает. А, ну нормально, нормально. Тогда всё более-менее ок. Забирает его Паша. Пошла ульта от Гирокоптера. Гирокоптер разбил Спектру. Да, что-то, по-моему, стоит уберить свой пыл. Опеем командам уж. И пока что вся агрессия, вся инициатива, она, как говорится, против инициатора работает. Пока да, пока так и получается. Вообще немного странно то, что Спектра без маны прилетает куда-то на центр. Понятно, что первого там забирали вообще на Герочку, но дальше что Спектра делать? Надо было просто разворачиваться и бежать. Две тысячи денег в итоге. Улетает обратно Паша фармить на нижнюю линию и правильно делать. Команды, вот знаешь, это та ситуация, когда команды привыкли много драться, но набрали героев, которые дерутся в конкретный момент, ну, начиная с конкретного момента, а им все равно хочется. Вот руки чешутся, и все. Ты идешь с Спектрой без маны воевать в дата. Ты летишь этим Фениксом куда-то драться третьим уровнем. Ну, типа, в чем твоя проблема? Стой на линии, получай экспу. Ты герой, которого почти невозможно загнобить. Ты обычно гнобишь, да, Блу, Триплу, там, Четвереплу, если повезет. Смотри, они опять разбегаются. Да, опять на Спектру. В чем ваша проблема, OG? Просто перестаньте это делать. Ну, нет, сейчас и хорошо сделали. Они там еще и ТПшку вынужден был один из героев потратить. Просто стоять на линии, не полезли дальше. Ну, в этом случае, да, в этом случае все хорошо. Тут появляется опять Феникс. Феникс еще без шестого. Выглянул, да, из-за... О, кстати, Нун прилетел. Сейчас начнут убивать здесь всех. Нужно валить. Да, ну, Мунмендер приехал под Сайленсом никуда еться. Ну, а Крит помахал ему крылышком. Сорян, бро. Это такой вообще изи фраг получается. Просто приходит одна Верка, и даже без нее практически справлялись. Ну, Мунмендер особо и не расстроен, походу. Главное, Феникс живет, потихоньку набирает экспу, а я просто танкурую. Но все равно, он же как-то совсем осторожно играет. В эти очень медленные уровни. В итоге там Феникс, четвертый, Спиридбрейкер пятый, а там уже ребята восьмые ловела. Такая необычная ситуация у нас. Кроме Герокоптера и Дарксира, никто не фармит леса вообще. А эти два героя, они предпочитают пока что оставаться на линии. Поэтому пока они будут на лайнах, здесь никто быстрее фармить не начнет. И будут у нас вот в таком черепашки, или все зарабатывают твои артефакты. Там Спектра заулетела, я так понимаю, опять на нижнюю линию летят. Да-да-да-да-да, хотят нападать еще. Ну, тут замечательный Файр Спирит от Крита, поэтому никак больше не взять тут Солыча. И Верка застрелила просто. Забавный момент. Очень забавный момент. Особенно вот это... Просто шатап. Вот Нотейл понимает все. Никто не фармит, никто ничего сделать не может в этой игре, как-то продвинуться вперед. Поэтому лучший артефакт в такой ситуации это Мидасик. На венике, в принципе, Мидасик часто берут, для того, чтобы левел быстрее получать. Да, ну, сейчас он тоже достаточно неплох. Так, Шекл замечательный привет новым тележкам. И Нотейл погибает. Очень серьезный момент. Это, знаешь, это первое время было, когда все... Никто не привык, то, что тележки теперь являются обычным юнитом, на них можно кастовать. Очень много вот этих ухов, буржей было на тележке. За магом выехали. Пошел рассказ Гирокоптера. Ни в кого не попадает ультимейтом. Как следует Шекл привязывает Миракла. Минус Миракл. Снимают вышку. Мун получает фокус фаер. Мун пытаются забрать сплинтербласт. За Муном продолжается вагоня. Мун убегает. Ну, вряд ли получится его убить. Зато убьют здесь. Да, три на вышку. Так вот, при всей простоте стратегии Гирокоптер не попадает кулдауном. И тут уже начинаются первые вопросы. То, что... Ну, Вега, на самом деле, во-первых, готовы. К тому, что они играют против Гирокоптера, это огромный плюс. Они не кучкуются, не подставляются лишний раз. Но и OG. Они тоже должны понимать, что если они хотят идти драться, им нужно идти драться толпой. У них очень много ауешных ультов. Достаточно простых. Ну... Веник, Феникс, Гирыч. Веник, Феник. Да. Феник. Небольшое преимущество по экспириенсу у Веги. Даже, я бы сказал, солидное. И небольшое преимущество по голде. Но пока что все это очень. Если Веномансер не будет забывать использовать свой медасик, то могут выровняться. Вот, выходят с Гирокоптером подпушивать. Здесь логика уже есть. Вот, правильно. Да-да-да-да-да. Это уже похоже на команду OG. То, что, действительно, они понимают. Им сейчас дать бой практически невозможно. Даже Дарксир с Меккой, он все равно этого всего не выхиляет. И все равно получится достаточно убогое сражение. Ну да, тяжко. Потому что Феникс с шестым левелом. И вот так вот стоят Змейки. Особо не подойдешь. Бежит сюда Спиритбрейкер. Вышку сносит. Ну, соло отступит. Да-да-да. Спиритбрейкер тут просто врезался. Кстати, не просто врезался. Ну, Мендер, ну, друг, ну что ты делаешь? За Спейсил. Ну, за Спейсил по полной программе, на самом деле. Спектра идет в атаку. У Веномансера тяжелейшая ситуация. Он отпивается из Ботла. Но не стали за ним гнаться здесь. Довольствовались Мунминдером. Смок разбивает. Соло там обходит. Ой, какая засада! Веномансер использует свой расказ. Герокоптер нападает на Солоча. Солоч впитывает весь демодж. Феникс не успевает раскастоваться. Остается один. Ставится стенка. Вытягивает Мираклы. Кастует Сон. Он продолжает во сне раздавать сроки отборожая. Это минус Герокоптер. И остается у нас. Ну и все. Больше никого не остается. Боже, Вега просто красавчики. Я не могу нарадоваться их игре. Они понимают, что не нужно лезть лоб в лоб. То, что это самая гнилая стратегия против подобного пика. И они просто заходят спереди, сзади, сбоку. Еще откуда-то. И просто вылазят со всех возможных отверстий. А ОДЖ не понимает, что делать. То есть ты не можешь, имея ульт офигенный, который летит там в пятерых пацанов, кинуть. Этот кинул на двоих этих. На двух задних кинул Виномансер. Двух боковых кинул условный Феникс, который в итоге вообще ничего не дал. И все. Весь урон он распределяется. Причем он совсем не выгодно. Нету еще ульта у Винтера Виверны. Не хватает здесь хотя бы вот этого Винтера Скёрса, который мог бы что-то подсейвить. Не может раскастоваться Феникс. Ну и сейчас Вега, конечно, молодцы то, что они обыкли. Ну и в свою очередь, по-моему, у Джи там не хотели уже драться. Они понимали, что их зажимают в угол, но никто уйти не смог. Все-таки попытались. Гирокоптер. Сверху нападение Соло, но нет, ничего страшного. Сёма слишком плотный. Ничего здесь не получится сделать Виномансеру. Ну и Сёма вовремя уходит на телепорте домой. Да, и пока что вообще общая игра ОДЖИ меня немного смущает. То есть Эфетникс, он что-то непонятное делает. Спиритбрейкер, это вообще просто отморозок. Он постоянно забегает, причём и в ситуации и нет. Но Тейл погибает от Нолана. И разбег есть от Спиритбрейкера, поэтому у Нуна может даже не получится отсюда уйти. Хорошо раскастался Гирыч, но и Спиритбрейкер не отпускает Верочку. Ну попытка была хорошая. С другой стороны, всё-таки Викет Сик и 809 золота. Смотрим Файтрекап. 800 Гирокоптера, 400 Спиритбрейкер. Да, всё ничего было бы, если бы действительно Верка не была топ-1 на Этворс и не имела такой стрик. Так, размен мидера на мидера был достойный. Ну, в принципе, да, ничего страшного. Но и Х3, 800 голды, это много. Гирыч только что был бомжом, а сейчас у него Сэнш появляется. Ну, чтобы, конечно, из грязи в князи. Ну, так. Собирается потихоньку. Вард ещё стоит, очень опытный. Вот Веги, который на Мансера видел, куда тут побежал и Феникс, и Виве. Он вообще всех видит. И Смоук видит. Прям на ворде. Прям на ворде. Ну, всё, просто готовеньких можно сейчас забирать. Да, ну, Мак делает ТП. Подтягивает сюда Бэйн. Бэйн ставит вард. Возможно, понимает, что вылазка идёт именно на Пашу. Да, вы видели? Паша. Ой, какой шикарный ультимейт от Сёмы. Миракл успевает раскастоваться. Стенка стяжкая. Феникс успевает раскастовать яйцо. Нужно забирать его. Да, успевает забрать. Это минус 3. Миракл в сне. Будет его Сёма. Должны Миракла забирать. Да, забирают Миракла. И остаётся последний. Это Мун. Мун бежит. И его тоже подвязали. Правда, Бак отсюда не уйдёт. Пути забрал он. Да, пытается сделать телепорт. Нужно чем-то разбивать. Сбивают вайдом. Это Тим Вайп. Шикарный приём от Веги. Ульт Спектры отработал по полной. Вот это вот спрятавшийся Бэйн, поставленный заранее. Такой партизан он вообще. Ну и в такой ситуации скастовать ультимейт, конечно, было очень легко. Да, и Вега в очередной раз, говорю, просто красавчики. Пока что уровень их игры у меня вызывает только умиление. Я просто в восторге. Ну то есть я всегда, я люблю красивую доту, и Вега нам показывает именно её. То есть это не просто какой-то терпильный вот эта засада, где там у себя подвышка. Ну типа пусть они побегают в смоке, потом придут, а мы их ждём. Нет. Чё такого? Просто пошли и развалили. У Герокопта проблема. Он думает, что он здесь сейчас всё развалит. Но на самом деле выехали за ним. Да, выехали за ним, действительно. Глимер Кейп, Шекл, Герокоптер. Перед Брейкер приходит, но слишком много дэмэджа. В итоге Муна остаётся, получает слип соло. Должен жить, даёт сайланс Муну, срабатывает баш, но дэмэджа не хватает. И в итоге забирает ещё один килл. Про Герокоптер замечательный есть трек у Эдуарда Сурового. Червяк Анатолий вышел покушать, но Крот Афанасий нашёл его раньше. Да, что-то типа того получилось. Я верю, что рано или поздно у УДЖИ получится использовать вот эту стратегию, которую я уже вижу не в первый раз. Когда-то мы все скажем, а так вот, что это было такое. Ну потому что они играют уже не первый раз вот так вот и не заходят. Перепикали тоже сами себя такое ощущение, что. У УДЖИ понятно, на что была задумка. Вот этот супер массовый замес и всё такое. Но они, походу, не рассчитали тот момент, что может и не быть супер массовых замесов. На Спектру напали, маны нету. Есть Тики, приключает ПТшку, уходит, бежит Спирит Брейкер сюда. Сплинтер Бластом не достаёт Бэйн на подсейве. Спирит Брейкер врывается, но Бэйн успевает схватить его. О, Сёма, просто браво. Поймал он Мундра за жабры и убивает. Здесь Спирит Брейкера или нет? Да. Всё-таки убивают. Да, разбудил и добивают. Мог просто сном набить, это Вега. Ну да, Вега здорово здесь всё реализует, сейвит свою Спектру. Но опять же, очень тяжело играть самим УДЖИ. Им тяжело подцепить, и там, где они цепляют, им явно не хватает. Да, и сейчас, когда у пары ребят, так, во-первых, у нас на Венитово ворвались. Да, 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 плюс он успел нажать пульт, но равно погибает. Ну ты забей, даже второго левого ультимейт пока что дамажит так себе. Ну и если ты больше ничего не добавляешь, тут Паша даже немножечко битый приходит, должен выжить. Да, выживает, ультимейт заканчивается, и 100 хп остаётся. Но самое главное остаётся, покупает себе Сакрет Релик. С Родианцем, конечно, станет всё гораздо лучше. Да, с Родианцем больше проблем появится у всех этих Виверн Гирокоптеров. Ну, в принципе, у всех, потому что БКБшечек тут никаких нет, и им, наверное, пока и не пахнет. А вот команде Вега я бы, наверное, прикупил парочку. Этим ребятам может пригодиться. Не удивлюсь, если мы даже у Спектры можем увидеть Блокенбард, что редко бывает. Ну, может быть, посмотрим. Пока что вообще нужды какой-то нет. Вроде бы магии много, но настолько тяжело подраться качественно ОДЖИ. Они вроде бы набрали простых героев, но вот использовать всё это вместе, задачи вообще практически нереально. Потому что многие из вот этих стратегий с Гирокоптером, со Спиритбрейкером, с Виверной, они подвязаны на одном парне, на вот этом, который в команде противника находится. Почему? Потому что просто нужна какая-то небольшая даже, возможно, фиксация, какая-то стяжечка, например, да, или какой-нибудь там Стан Свена, условно, ну, даже Стан Свена нуждается в стяжке Дарксира, просто для того, чтобы сгруппировать пару человек вместе. Так, ну вот он, выход на топ. Опять на Пашу нападают. За Пашей заберут. Тут всё совсем плохо, да, его тут точно убьют. Опять Паша на этом же месте. Это его любимое место, что на Луне, что на Спектре. Все вообще не щадят с пылы, боятся, что уйдёт он куда-нибудь, но у него ничего нету абсолютно. Спектру забирают до Родианса. Тайминг хороший, в пятером вышли, но забрать Эри это вполне достойный размен. Получили много за долг. Да, главное, чтобы Вега сейчас не забыла, как они побеждали. Много таких ситуаций бывает, когда команда тащит, 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 всё делает правильно, 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 потом в один момент, как будто просто по голове огрели чем-то, и у ребят памяти ошибло, что не нужно драться 5 на 5, именно там, в лоб, да, нападать с одной стороны, потому что, понимаете, всё это заклинание на голову, что нужно как-то кайтить, уворачиваться, захиливаться, там, кит-пайпы, гвардиан-грифс, вот всё это нужно, если нет БКБ. Можно на этом погореть. Бывают такие моменты, когда команда вроде нормально играла, потом ты кикаешь Пупея и... Да, 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 вот, например. Так, один случай. Крита забирают тем временем, ну, здесь, да, под Сайленсом никаких шансов не оставляют. Ну, и ещё и оказываются ночью зажаты на вражеской, на своей базе игроки OG, выйти куда-то им тяжело, смок они только что использовали, ну, разве что вот так вот в смоках периодически бегать, врываться на каких-то ценных героев, типа Спектры, за которых дают много золота. Да, ну, мы видим, что вега войдёт очень много, и торопиться им некуда, у них Спектра, которая дофармив радиан, станет в разы сильнее. Да, Спектра с этим артефактом просто нереально какой-то сильный становится. Ну, и Нуан, который собрал против Винтер Виверной себе Мэлл Штром и с ним сможет пробивать Колд Эмбрейс. Не смогли зацепить Винтер Виверну. Да, уходит Флай домой. Немножко странная ситуация. Ну, ничего, в общем-то, критичного. В любом случае, из-за него получили бы очень мало. У него самый маленький Нетворс в игре. Левел тоже очень низкий. Да, ну вот касательно Виндрейнджера, видим, действительно, Блэккинг Бар у Нуна 10-секундный. То есть, без БКБ решили, что не стоит, наверное, пока воевать. Ну, и правильно, правильно, тем более ВР-ка. Ну, и Паша, который вот всё хочет, хочет себе этот радик заполучить. Чувак, добивай крипов. Ой, хорошо. Собрался, собрался, собрался. Одного пропустил, потом сразу, видимо, по щекам постучал. Ну, и всё, сейчас, если Кату добьёт, это будет Родианс. Пробивает. И... Радик готов. Да. Пам, к нему уже давно Радик прилетел. Я ну, только-только западится рецепт, да, и готов Родианс. Можно даже попробовать ворваться. А можно и не пробовать. Можно подождать, например, Агоним на Виндрейнджер, до которого 1600 досталось. Можно попробовать подождать Glimmer Cape на каком-нибудь байне, до которого тоже осталось чуть меньше тысячи. Талкеру затиха ещё нечего. Попробовать, на мой взгляд, всё-таки стоит. Ну, что давать какие-то лишние шансы здесь Ога не стоит. Да, вот то, что у Феникса до сих пор... Ну, самый маленький левел, вообще, для этого героя проблема, если у него низкий левел, потому что у него ультимейт очень сильно кредится между первым и вторым. Выход Феникса. Феникса привязывают Шеклом. Ну и что? БКБ на Уане. Феникс падает, вообще ничего не успевает сделать. Спектра ультует. Пытаются каким-то образом отстрелить иллюзии. В итоге опять Флай уходит на ТП, на Лоу ХП, на Фонтан. Ну, хотя бы Энженов сейчас надо забрать вражеских, и то будет неплохо. Но мы видим, что Вега и здесь не особо задерживается. Просто ломают Змеи Варды и Нарашанов. Ну, вообще, как-то каждый раз, когда Вега выходит, вынуждены... Ну, вот сейчас посмотрим, может быть, что-то получится. Слушай, ну, сейчас-то ВУЗ проходит просто идеально. Вот просто идеально для Ужи. Сейчас или никогда. Просто идеально, просто идеально. Сейчас же может быть. В троих летает Спиритбрекер. Но Тейл классно раскастовался. Много дамаги. Винтерский Орд еще туда, в догонку. Где этот Фензи Яйцов? Вот оно. Горит команда Вега. Как это горит. Просто жесть. О мой бог. Вот, только что вы видели наглядное пособие, как не нужно действовать против такой стратегии, как Ужи. Знаешь, я просто скажу... Так вот как это работало-то. Вот как это работает. Наконец-то. Спустя, мне кажется, пять игр этой стратегии у них получилось. Это какая-то жесть. Посмотрите, сколько денег. Четыре тысячи на ровном месте. Вот. В узком проходе. Битва за Рошана просто невозможна для Веги в таком случае. То есть, либо вы идете выбивать противника с хайграундом и просто идете сами на них в лоб. Потому что вы не можете выбивать этого Рошана. Хоть как-то его брать. Без БКБ вы драться не можете. Поэтому в спектре здесь, возможно, придется все-таки покупать БКБ. Ну, одной ВР-ки здесь мало. Реально мало. Тут и пайп, и мека. Тут все нужно. Если вы не покупаете эти блоки-пары. Ну, вообще, конечно, так круто использовать такую комбинацию без ошибки соперника, который потратил уже все свои спылы и зашел в пятером зачем-то на Рошана вместо того, чтобы малыми силами забирать. Это невозможно. Но, тем не менее, стоит отдать должное УДЖИ. Это вообще лучшее, наверное, использование подобной комбинации героев, которое было возможно. Все сделали просто идеально. Ну, и ВЕГА тоже сделали все идеально для УДЖИ. Да. Очередуя этот шокл-шот. Ну, боится нападать на гирокоптера. Да, там еще и гида, да, поэтому вообще без кто на него пройти. Вот так вот бывает, друзья. Вот вам теперь и графики. Было 8 косарей, осталось там в районе трешечки. Очень-очень неприятно для команды ВЕГА. Учего я то, что... Не поверили в себя, УДЖИ? Да, уже. Выходят. Уже 1-0, как бы. Не забываем. Да, правда, ошибку нету. УДЖИ выходит в смоках. Сейчас, если получится, то можно... Так, Соло. Прячется за елкой. Но за Соло не пошли. Слишком далеко он стоит. В итоге идут куда-то на мид. Тем временем Сема у нас в своем любимом стиле. Это на вражеской базе вообще. Убийца. Так, ну и просто забирают вышку. Да, никого не нашли здесь, УДЖИ. Да, так прям ВЕГА видно, что нормально. Под затыльником для них была для них вот эта драка. Чуть сознание, походу, не потеряли, ребята. Потому что вот сейчас то, что происходит... Это, знаешь, как другая команда просто посадили других 5 пацанов. Потому что первых 5 с сердечным приступом где-то лежат. И эти пацаны не делают уже ничего. То есть никто никуда не выходит. Вот только-только сейчас подставился Маг немного. Его сразу же пытаются убить. Получится Ли. Есть Гуардиан Грифс. Тяжка, но... Да, много дэмэджа, много дэмэджа. Нью-Веник идет дальше. Пытается зацепить еще кого-то. Но никого не цепляет больше. Мы видим все-таки... Внезапно за счет одной драки... Тут все стало настолько хорошо. Гирокоптер топовый Нетворс. Комбинация настолько сильно была исполнена, что теперь уже страшно драться с этими 5 героями. Самое главное Егис. А нужно вспомнить, как вы до этого дрались. Нужно вспомнить, что до этого вы нападали спереди, сзади, с флангов. И чтобы не было ульты Виномансера в пятерых. Чтобы Гирокоптер и кулдаун в пятерых тоже не закинуть. Заходит. Опять ловят Муна в полете. Но Винтерскерс все, мы моментально все, мы стирают. Дарксиров все еще нет. Феник раскастовывается. Огромные проблемы у Нурван. Он убегает на хосте. Феникс ставит и все. Раскладывается, да. И Паша. Но Пашу все равно будет тяжело. Хотя Спиритбрекер жертвует собой. Пытается убить Пашу. Миракл тоже погибает. Хорошо, можно пытаться от этого как-то отталкиваться. Но слишком ловко П уже Виверна. Тут же Феникс залетает. Хороший шиклшот. Немножко приостановили здесь Миракл. Но ОВР будут убивать. Да, ОВР живет. Грейвзып, Флай. Падает прямо под стенку. Мак неплохо стянул в итоге. Мак очень вовремя ворвался. Напомню, Дракла без него забирают Винтер Виверну. Забирают всех. Минус пять в исполнении. Веге. Да, моральная поддержка пошла со всех сторон. Веге это просто необходимо. Поверить теперь в свои силы. Это отличная драка для них была. А они вчетвером смогли перевернуть. И как только вышел маг, они добили всех, кто был в живых. Нет, Дарксир только что перевернул вообще все, что можно было перевернуть. Просто замечательная игра от мага. Ну, Мун, конечно, да, самоотверженный парень. Там на пяти хп бежать в Спектру с Радиансом. Ну, это да. Я видел этот Спиридург. Я сказал еще в начале игры, что он отморозок. Но я не думал, что настолько. Не, конечно, Спектру убить была достаточно благородная идея. Но, видим, что не хватило. Плюс Спектра покупает себе еще Виталити Бустер. Так, на будущее. В виде опять Мун едва-едва живой улетает. Прожимает при этом БКМ. Вот, опять же, Бэйн. Бэйн хорошо справляется со своей задачей. Потому что в ВР-ку, только что на хайграунде, разбегался спиритбрейкер. Бэйн его просто поймал. Опять просто за ноздри взял его. Говорит, куда собрался на мой хайграунд? В Питсундру и на Кукан. Все очень просто. Интересное выражение. Фильм был хорошим. Несмотря на все плохие вещи, которые мы сказали про Муна, стоит отметить, что в целом макро-стратегию он выбрал очень классную. Это Мидасик. Мидасик окупился здесь уже очень сильно. И также Мидасик у Веника. Но мы говорили о том, что герои настолько плохо бьют хайграунд, вообще штурмуют вражескую базу, что здесь Мидасики окупились. Ну, не задавят тебя. Ни та, ни другая команда причем. И Веге бы тоже не помешал. Но у них как бы было преимущество. И зачем? Поднимают Найт Сталкера в воздух. Виндрейджер использует Виндран, но не добегает. Да, Соло что-то совсем БК подключает. Изо, мак, падение на Муна, Мун, получает вакуум, ультимейт, срабатывает ультимейт, ультует Спектра, подхиливают Муна, пробивают его очень жестко. Но Феникс, Феникс сейчас лопнет, добивает Спектра. По стилям Радианса тут же уходят туда-то в иллюзию, которую оставил сзади. Такой Эмбер Спирит Стайл. Паша даже на Спектре умудряется играть, как на Эмбере. Да, знаем такой стиль игры. Что-то туда летит. Боже мой, сколько здесь артефактов. К Паше летит Тараско, к Нуну летит Аганим. Вот тебе и два топ-тир артефакта очень мощных. Ну да, с Тараско и Спектру уже, причем этом, веника пробить тяжеловато. Да, совсем мощная. Причем, понимаешь, вот здесь как раз отсутствует у ОДЖ стратегия минус армора. И для Спектры это просто офигенный бонус. Потому что у нее всего 11 единиц брони. Если бы там был, я не знаю, какой-то Шадоу Финт, Винга, там Слардар. Эти там 2,5 хп, это было просто ничто. Ее бы все равно так же легко убивали. А сейчас... Тут магия. Да, тут магия. Сейчас есть только гирокоптер, у которого там 260 атаки. Который все равно будет ковырять долго. Ну вообще, с точки зрения убийства и иллюзий в Спектре, тут все классно. Гирокоптер с флэком, феникс, веноманстер, все это бьет в АОЕ. Это все равно будет полезно на любой стадии игры. Потому что все-таки иллюзии у Спектры тоже дамажат больно. Гирокоптер сейчас дофармит себе МКБшку, чтобы не мазать уже под действиями Радианса, под Сайленсом Найт Сталкера. Ну и продолжается у нас равная игра. Да, тут небольшое преимущество у Веги после последней выигранной драки. По XP, конечно, они ведут много. Но по золоту преимущество для 32-й минуты не критичное. Да, совсем. Такие интересные графики. Ну да, такие обычно бывают, когда команды закидывают в один момент. Как Вега сделала на Рошане. Но мне кажется, они тоже, знаешь, они уже такие расслабили булки. Думают, да ладно, что они нам там сделают. Мы же всего лишь в пятером в шпите против пятерых кнопочных героев. Реально Магнуса еще не хватало. Так, чтобы оттуда даже никто и не вышел. Ну а нападает на Винтер Виверну. Цепляют Флайя. Всеми силами пытаются его убить. Мун раскастовывает ультимейт. Миракл заходит. МКП все еще нету. Пытается кого-то убить. В итоге... Слушай, ну Феникс залетел. Феникс очень неприятный. Феникс отубивать никто не собирается. Разбег еще один от спиритбрейкера. Отличный вакуум от Мага. И Шеклшот, и Фокус Файер по Амун Эндеру просто замечательный. Погибается спиритбрейкер. Тем временем сзади Сема. Пытается убить Сему. Винтер Скерс на соло. Сема выживает. Сема, как же тяжело его убить. В итоге падает Бейн. Но уже ситуация довольно тяжелая у команды OG. Феникс и Карус Дайв. Миракла сейвит Колден Брейсом. Минус Миракл. Остается Флай, который байбэкнулся. Минус 6 в исполнении Веги. И можно заканчивать. Ни одного байбэка нет. Вот, как только проваливается эта однокнопочная задумка, все, герои на дистанции типа спиритбрейкера. И Найт Сталкера, конечно же. Они не просто нажимают правую кнопку мышки и бьют. А ты что без своей... Кто ты без своей ультимативной способности? А Виверна не может ответить на этот вопрос. Потому что Виверна никто. Точно так же, как и Феникс, и Миномансер, и остальные. Да, в том числе драка была действительно очень крутая. Но как только драка немного затягивается, как только спира вышла за этот кап, 2 600, которые нереально этой магией снести, все, начались проблемы. Ну, Дарксир знатно контрит. То есть, если вот напомним, что там был Виндерскерс, который попал по 4 героям. Один был целью, и 3 еще били. Дарксир контрит очень жесткая комбинация. Он просто ускоряет героя, который встрял. Ну и как Верка в этот раз. И Верка просто убегает. Плюс зоопак очень грамотный у мага. Тут, как я еще в самом начале говорил, что нужен и Пайп, и Гвардиан Грифс. И чем больше этих будет захилов, резистов, тем лучше. В итоге появляется действительно даже трубка у Дарксира. И половина там ульта Виномансера какая-то уходит в эту трубку. Плюс там треть прокаста Гирокоптера. Меккой выхиливается. Да, все это съедает дэмэдж. Все это съедает дэмэдж очень хорошо. А вот у OG героев, которые способны выдержать удар. Ну, Виверна, конечно, может немного спасти. Но на этом все. Все заканчивается. А тут просто жирные пацаны. Просто Спектрал, который 3000. Шекл. Грэйф фокус файла. Пайр, вакуум, стенка. Как же больно. В итоге Феникс пытается гастоваться. Неплохой Винтерскерс. У Феникса может получиться. Нужно его добить. Не успевает. Гирокоптер начинает дамажить. Минус Сема. Грейвзы. У Паши проблемы. Субашу сжигает с Анрейем. Мунминдер, правда, погибает. Феникс тоже сейчас погибает. И все. Только-только убили Гирокоптера. И на этом дела улучшилось. Все под ультой Веника. Не стоит здесь забывать. Но вот ульта Веника заканчивается. Маг отступает. Ну, Уан в сейв позиции. Хорошая драка получилась. Как ни крути. Опять комбинация почти сработала. Если бы на этот момент не проигрывали 15 тысяч. Вот же и 20 тысяч. Паперя. Могло зайти. Ну, очень тяжело, конечно. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы исполнять регулярно эту комбинацию в тимфайте. Тут столько способов есть ее сломать. Потому что не хватает вот этого связующего звена. На самом деле, не хватает вот просто какого-то Тайда, который бы под ульт Феникса дал какой-то реведж. Потому что в ВиБерне очень тяжело выбрать такую цель, которая зацепит несколько героев. Может, Гирокоптер 4 тысячи урона нанес. Ну, как бы да. 4 тысячи. МКБшка все-таки дает о себе знать. Не стоит здесь сбрасывать его со счетов. Гирокоптер с рапирами и не такое тащил. Ну, да, да, да. Были ситуации намного более беспомощные. Если мы говорим уже про совсем сильных гирокоптеров с рапирами, которые, безусловно... Которые выносили все. И МКБ ему дает очень много, потому что ВР-ка против МКБ не может ничего сделать. В отличие от гирокоптера без МКБ. Но у ВР-очки появляется Деидалус, и Ноуан, конечно, дэмэджа вписывает в цель очень много. Теперь да, теперь и гирокоптеру стоит задуматься над собственной безопасностью. Вообще, покупка Баттерфляя для него была бы очень качественная. Ну, ДПС вообще очень сильно вырастает. Плюс ты заставляешь оппонента покупать себе вот эти МКБ-шки. Там, пять с половиной тысяч ВР-ка, конечно, где не сильно обломится купить. Но вот Спектра она обычно танчит. Хотя, в Спектре с таким уже запаком, мне кажется, МКБ тоже нормально будет идти. И не должен Паша особо расстраиваться. Можно, да. Интересно будет какой-то ултсорб собрать, повесить на гироча, чтобы он фокус-файр принял от ВР-ки и выстрел в неё. Удачи, знаешь, прям лента патронов и просто это с Чапаевским пулемётом, это тусачка. Ну, кстати, кроме шуток, если он будет со включённым флэком, то ещё первый выстрел не успеет вылететь, а флэк он весь выстрелит. И в итоге, даже если ты убиваешь гирокоптера, там такой урон залетит. Но это только мечтать остаётся пока что у джип, потому что никакого лотсорба у них нет, у них стороны одной нету. И сейчас им нужно каким-то образом драться. Не, ну, драться как раз они типа могут. Вопрос в том, что... Вега. Вот, видишь, как делают? Бам, встала себе ВР-ка где-то там сбоку. И стоит. И ей бокс. Хороший шекл. Вейл оф дискор появляется у Веномансера. Это артефакт, который за свои деньги невероятно усиливает как самого Вена, Веномансера, так и Феникса, и гирокоптера того же, и Винтера Виверну. Да, да всех, всех. Без исключения. Тут Пайп, конечно, всё не отрезистит. Ну, да, да. И Мека всё не выхиляет. Вот, ну, кстати, отправился. Очень сильно подставился. Очень больно. Хорошо. Стенка, кстати, тоже уже потрачена. Ну, и Монументер просто отсюда убегает. Спектра с ультой. Лоджи нужно просто сейчас как-то разбежаться. Ага, не так просто это сделать? В итоге Спиритбрекер падает. Феникс улетает с Карл Тайва на базу. И Спиритбрекер с байбэка. Чуть не умер ещё раз. Нормально. Нормально летит. Ещё один крит. Просто, просто развальчинка. Ну, он подрубает ульт. Сразу же получает Виктор Скёрс в ответ. Гирокоптер его расстреливается. МКБ вверх. Не может никак уворачиваться. Больше нет никаких кастов. Феникс там где-то на базе у себя. Яйцов кастовал. Влетает на Сёму. Далеко, возможно, залезли ребята из Веги. Да, погибает уже несколько героев. Но тут-то пять мёртвых мужчин. Выкупается Гирокоптер. Он остаётся абсолютно один, но он может. Он может и нужно уходить. Ну да, он может просто сейчас Флэгом популять. Убить там всяких Дарксиров, Найт Сталкеров. Одна Спектра может там базу просто не нести никак. Супер мобильные герои. Нападение на Спектру. Флэг есть. Но Гирокоптер, кажется, не по шансам. Заехал в вакуум по двоим. Миракла нету. Байбэк. И если его сейчас заберут... Да, его забирают. Это, скорее всего, ГГ. Действительно. Гуд гейм, вилплейт. Вега. Сравниваю. Чёт. 51 на 19. Чёт. Да, тут если посмотреть на фраги... Казалось, что это совсем не 19. Ну, что здесь можно сказать. Сильная, конечно, комбинация у OG, но очень тяжёлая. И, как показала практика, им действительно не хватило какого-то простенького стана. Вот будь вместо того же Феникса действительно что Саппорт Тайт могло бы зайти... Или вместо какой-нибудь Виверны могло бы зайти лучше. Потому что просто разбегались все в разные стороны. Не было контроля. Да, да. Вот было буквально там два замеса. Ну, первый, естественно, в этом рожпите. И второй, вот где-то уже на подходе к базе, когда действительно получилось маломальски исполнить. И да, было видно, что это работает. Но...